Мудрого решения пойти на контакт, прямой контакт с мятежными регионами. Это решение будет принято на международном уровне и оно будет крайне непопулярным и крайне неприятным для самой Украины и для этой украинской власти. Далее, что хотелось бы еще сказать, что Юго-Восток это не одна из причин, по которой у нас уже определенный период времени, более двух лет, существует военный конфликт. Не так давно, буквально несколько дней назад, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте, заявил, что западные регионы Украины, а именно русины, венгры, находятся в опасности. Те, кто проживает там, я подчеркиваю, это дословные его слова, они находятся в опасности. И Венгрия в будущем должна сделать все, чтобы обезопасить этот регион от украинского влияния. Ну, где-то вот приблизительно так он сказал. То есть, я понимаю так, в Польше уже раздаются определенные мысли по поводу возвращения галецких земель под лоно польского протектората. Общественные организации, там иски. Да, да. Но правда там власти отмахнули, сказали, это маргиналы. Конечно, конечно, но дыма без огня не бывает, вы же сами понимаете, что где-то во властных структурах эта мысль теплится, теплится. Она вот как угольки, знаете, их только в определенный период времени стоит раздуть и возгорится пламя. Плюс ко всему, я привожу абсолютно открытые данные, более 200 тысяч украинцев, проживающих вдоль западной границы Украины, имеют карту поляков. Это что, позвольте меня спросить? То есть, они имеют право работы на территории Польши, полное право, легальное. Они имеют право выезда, въезда обратно. То есть, это своего рода безвизовый для них... Безвизовый режим. Да, безвизовый режим. Тот, который обещает нам Петр Алексеевич Порошенко уже много-много времени. Но это хорошо, это же в Европу, мы же туда идем. Но, но, я подчеркиваю, а где вероятность того, что эти карты поляка не будут заменены на польские паспорта? Где такая вероятность? Вы вспомните Крым. Как там раздавали российские паспорты, еще паспорт российский, задолго до референдума марта 2014 года? И те настроения, которые сегодня подогреваются на западе Украины, Я очень далек от мысли, что это население, которое имеет карту поляка, оно поддерживает нынешнюю киевскую власть. Я далек от этой мысли. Ну, зато власти... То, что то население уже практически наполовину интегрировано в польское общество, и плюс еще не забывайте такие... Цивилизованный мир, да? Безусловно. Более 63 тысяч белорусов даже имеют карту поляка. В Беларуси. В Беларуси. Вдоль западных границ Беларуси. Понимаете? Вот о чем надо задуматься сегодня власти. Но вы заметьте, что ни в одном средстве массовой информации, ни в одном политическом ток-шоу об этом не говорят. Почему? Ну, строители темы сглаживаются. Ну, мы же знаем, как функционирует в Украине информационное пространство. Естественно. Даже вот мы вначале говорили... То есть, Министерство пропаганды, или как оно правильно называется? Министерство информационной политики во главе с господином Стецем работает, кушает хлеб не зря. То есть, вот эта проблема, она колоссальная, я считаю, для Украины, для украинцев. Где, я говорю, сотни тысяч украинцев имеют уже, кроме украинского паспорта, карту поляка, это уже такой, знаете себе, звоночек. Ребята, что-то у вас ненормально там на западе Украины. Скажите, а вот эта политическая шумиха такая вокруг обмена пленными, там вот Савченко публикует эти списки, вот о чем это говорит? А я вас понял. То есть, это тоже какой-то такой интерес какой-то прагматический? Это своего рода даже немножко смешно, но с другой стороны, это достаточно грустно. Почему смешно? Потому что люди, которые собой ничего не представляют, я имею в виду, прежде всего, Савченко, которые на волне того, что она попала в плен, стала, в российский плен, стала народным депутатом, ее лично Тимошенко вписала первым номером в свои списки, то, что она стала в последующем и депутатом Европарламента, вот это все не от ее личных заслуг. Пасе, Пасе, простите, да. Парламентская ассаблея Совета Европы. Это не от ее личных заслуг. Она ничего не сделала для Украины лично. Но ее образ использованный. Я же еще раз говорю. Ну образ образом. Ну возьмите мой образ, рисуйте на лист бумаги и носите по улице. Но это не смешно? Ну да. Понимаете? То есть человек, который для Украины просто имеет, скажем, знак ноль, цифру ноль, стал вот таким вот сейчас знаком в Украине. Ну хотя сейчас, конечно, ее рейтинги интенсивно падают, в связи с тем, что она решила заниматься индивидуальной политической деятельностью, которая приведет ее к полному краху, я так полагаю. Так вот, другие лица политические, скажем, та же Ирина Герасченко, первый заместитель главы Верховной Рады, тоже она очень активно занимается якобы освобождением. Вот это слово, не понимая его значения, слово освобождение, освобождение, понимая, происходит тогда, когда происходит определенная операция. То есть где-то идет освобождение путем каких-то спецгрупп, которые вторгаются в тыл врага, преодолевают какие-то определенные препятствия, уничтожают врага, освобождают, как наши советские войска в период Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны освобождали из концлагеря пленных, понимаете? То есть никогда власть, пропаганда украинская не использует слово обмен. Вот это табу в средствах массовой информации. А вызволы, как они говорят, кто кого вызволяет, кем вызволяет, непонятно, понимаете? Но посыл такой дается в обществе. Девицы, якимы героичны. Так вот, что касается обмена, будем называть вещи своими именами. Да, списки определенные были в свое время засекречены. Списки пленных, прежде всего, которые находятся на украинской стороне, у украинской стороны, и списки пленных военнослужащих, которые находились на территории ДНР, ЛНР. Подчеркиваю, в Украине находились пленные не российские граждане, а те же украинские граждане. Поймите одну простую вещь, и самую такую печальную. Идет обмен пленных между украинцами. Украинцев меняют на украинцев. Вы понимаете, в чем смысл? То есть, говоря о внешней агрессии, как так может быть? Что украинцев меняют на украинцев. Вот это, прежде всего, очень важно. Этим процессом занимается абсолютно конкретное лицо. Абсолютно конкретное. Вот он доверие этому лицу дал лично Петр Порошенко, президент Украины. Имя этого человека Виктор Медведчук. Глава вот этой вот миссии, которая занимается обменом пленных. Кстати, вопросом обмена Надежды Савченко на двух россиян, которые находились здесь за стенках СБУ, занимался лично Виктор Медведчук. То есть, если бы Медведчук вопросом обмена Савченко не занимался, Путин бы ее не помиловал, и она бы до сих пор находилась в тюрьме. То есть, благодаря только вот этому человеку Савченко может сказать ему «гран мерси». Вот это уже, как говорится, исторический факт. От него никуда не уйдешь. Что бы сегодня ни говорили там. «Международная спельнота», «Вид Руси» намогалась и гробыла все хрохи, чтобы она извельнела. Понимаете, это все пустые слова. Так вот, обменом пленных занимается тоже этот человек. Причем занимается абсолютно профессионально. А почему вот тогда идет определенное давление? Политические дивиденды. Политические дивиденды. И только. Имидж. Естественно, естественно. Мы извельнелы, мы извельнелы. Понимаете, все. Мы герои. Нам давайте именное оружие, которое мы уже получили, но нам еще хочется вместо трех стволов получить пятый ствол. Наградное оружие, которое сейчас шумит по всем средствам массовой информации. Когда награждали журналистов, жен политиков этими огнестрелами. И в том числе народных депутатов. Хорошо. А вот еще такой вопрос относительно активных боевых действий. Ближе к следующей президентской кампании. То есть полсрока Порошенко уже, значит, отслужил. Дальше идет, будет президентская кампания. И, скорее всего, она будет очень сложной. Вот в данных политических условиях в Украине. Могут ли использовать конфликт на Донбассе для нормального прохождения, успешного прохождения для Порошенко президентской кампании? Ну, вы задали, конечно... Ну, вот... Не, вы не праздный вопрос задали. Абсолютно логичный вопрос. Немножко заглянуть. Значит, явными, так сказать, скажем так, хотя об этом еще очень рано говорить, но тем не менее, явными кандидатами в президенты будут уже два человека, это понятно. И все они, у них фамилия заканчивается на Ко. Это Тимошенко и Порошенко. Это будут самые главные враги. Вот.